Румыния предоставит Молдове новый пакет помощи, заявил четверг перед началом заседания румынского Кабмина премьер-министра соседней страны Марчел Чулаку. Он отметил, что данная помощь призвана помочь Молдове в противостоянии энергетическому шантажу. Еще одно важное решение касается нового пакета помощи Республике Молдова, утвержденного чрезвычайным постановлением. Во-первых, мы продолжаем экспортировать энергию, что является важной мерой для экономического выживания наших братьев. Таким образом, план России поставить Республику Молдова на колени, используя в качестве оружия энергию, провалился. Второй уровень поддержки образования как часть нашего двустороннего соглашения. Согласно проекту, если Республика Молдова окажется не в состоянии обеспечить свою потребность в электроэнергии, румынские производители должны будут заключить контракты с поставщиками, назначенными правительством Молдовы для покрытия дефицита. Также 2 миллиона 500 тысяч евро было выделено на капитальную реконструкцию студенческого общежития номер 3 Государственного университета имени Богдана Петричей Кухождеу, расположенного в городе Кахул, и более 2 миллионов евро на оснащение правоохранительных органов специальными средствами. Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, прибывший в Бухарест для участия в форуме по безопасности Черного моря и Балкан, поблагодарил Румынию за безусловную поддержку, оказываемую нашей стране. Вместе мы прошли и проходим через кризисы, пандемию, жестокую войну Российской Федерации против Украины, энергетический кризис, гибридную войну. Рядом с Румынией Молдова чувствует себя в безопасности. В конференции по безопасности участвуют представители различных стран с большим профессиональным опытом. На мероприятии обсуждаются риски, угрозы и уязвимости в регионе Черного моря и на Балканах. В рамках конференции глава законодательного органа Молдовы заявил, что усилия нашей страны по продвижению по европейскому пути будут продолжены, чтобы вместе с Украиной способствовать построению более сильного и устойчивого Европейского Союза.